27 ноября Ассоциация Женщин Абхазии провела круглый стол на тему домашнего насилия. Для современного абхазского общества эта проблема стоит актуальна. Об этом говорили все участники обсуждения, среди которых были и депутаты парламента, и представители правоохранительных органов и общественности. Мы создали небольшую юридическую группу, куда вошли молодые юристы во главе с Саидом Гизердаловым. И они сейчас разрабатывают, уже практически разработали проект закона о домашнем насилии. И мы очень надеемся, что нам удастся выйти к депутатскому корпусу, и они нас выслушают и, возможно, возьмут в разработку этот закон. Представители правоохранительных органов выразили пожелание принять участие в обсуждении проекта закона о домашнем насилии до его поступления в парламент. Насилие имеет место, и этот закон о противодействии домашнему насилию необходим, потому что, по всей видимости, этот закон будет регулировать какие-то отношения, связанные с домашним насилием, но в любом случае закон должен быть действенный. Юрист Саид Гизердава отметил важность создания кризисных центров для жертв домашнего насилия. Об этой идее говорили представители Ассоциации женщин Абхазии. Кроме того, по его словам, существуют и другие меры, которые помогут снизить актуальность проблемы. Кризисные центры не только должны предоставлять убежище, но и быть в такой юридической, психологической консультации для насилия. Есть еще и другие важные меры. Судебные, административные, например, тот же охранный или запретительный ордер, когда человеку подписывается определенное поведение или запрещается какое-то поведение. Участники круглого стола указывали на причины, усугубляющие проблему домашнего насилия. Одна из них – сложная экономическая ситуация. При этом многие указывали и на проблему снижения общекультурного уровня общества. Есть еще проблему общего культурного уровня, который, к сожалению, очень сильно снизился за вот эти 20 лет. К сожалению, получилось так, что и традиции стали терять, традиции такого уважительного отношения к другому человеку, и другие, как бы, ценности к нам у нас не очень укрепились. И вот получилось так, что общекультурный фонд уже значительно снизился. И вот в этой вот такой ситуации возникают эти проблемы. Дело в том, когда человек знает, что ему противостоит целое общество, он невероятный вызов не бросит. Это что касается обычая, да? Потому что человек знает, что он нарушил обычай, значит, его будет презирать все общество. Он как бы толпает подвергнице, знанию неподвергнице, ну, он будет осужден. Да, противостоять обществу не хочется. Мы же сводим свою жизнь на скабину. Еще раз прошу меня правильно понять, это мои наблюдения, да? Вот мы идем там по европейскому пути, к сожалению, уже возвратом на этот перекресток и выход на другой путь у нас не получится. Но, коль мы выходим на этот путь, мы должны понять, что вот в отсутствии противостояния общества и обычаю, да, закон у нас будут нарушать. Для того, чтобы всерьез решать проблему домашнего насилия в нашем обществе, необходим целый комплекс мер. В этом участники обсуждения были единодушны. Нашу ситуацию усугубила и война тоже, поскольку она тоже мощная очень, насилие и утрата нравственности, переосмысление этой ценностной парадигмы. Все, что с нами произошло, это, конечно, и война тоже сделала. Поэтому, когда Арида ищет вот это вот, где это место в этой цепочке, вот, наверное, и там тоже. Но, на самом-то деле, мне кажется, что вот в наших условиях мы не должны пренебрегать ни одним из инструментов. Мы сейчас и новые создаем и пытаемся перезапустить старые какие-то механизмы. Поэтому вот новое. Во-первых, он будет смен. Ну, к сожалению, сегодня нет делам этого человека, который мог бы защищать права этих людей. Во-вторых, конечно, закон. Там, в-третьих, создание, ну, сети, может быть, каких-то неправильных организаций, общественных, которые занимались бы этими вопросами. Подводя итоги, председатель правления Ассоциации женщин Абхазии Нателла Акаба сообщила о том, что руководство страны поддерживает идею создания кризисного центра для жертв домашнего насилия. Депутаты парламента также готовы к рассмотрению проекта закона о домашнем насилии. А Ассоциация женщин Абхазии со своей стороны продолжит заниматься проблемой в рамках общественной приемной.